Шалом, друзья! Это легкие заповеди, лаконичные смыслы и кошерные лайфхаки, благодаря которым вы ощутимо улучшите баланс своей праведности максимально эффективно. Это не для ханжей, не для просветленных, а для тех, кто ценит сочетание современности и кошерной еврейской мудрости. Я Равин Йосиф Херсонский, поехали! Я Равин светских людей и онлайн-равин. Светские люди это те, кто искренне интересуется еврейской традицией, не переставая при этом читать книги, самореализовываться в науке, в профессии, в бизнесе. А онлайн-равин потому, что разделяю предпочтение многих заказать такси в апе, а не через звонок оператору. Так можно на самом деле и с серьезными вещами, например, как исполнение заповедей. Многие люди обращаются ко мне с вопросом, а не убивает ли заповеди современный формат? Это правда, что иногда смена формы убьет святость, так мы никогда в жизни не заменим чтение Торы, чтение Свит Ко Торы, прослушиванием аудиозаписи, ну точно так же, как мы не заменим дружбу фильмом о дружбе, потому что здесь нужно соприкосновение душ. Но в очень многих ситуациях изобретение Стива Джобса и Илона Маска совершенно не портят святость, если суть заповеди выражена, а форма соответствует духу и букве закона Торы. Например, заповедь о Мизузе. Она важная, ценная, многие о ней знают. Это знаменитые коробочки со свитками на входе еврейские дома. Некоторые по незнанию принимают ее за сигнализацию или за какую-то охранную систему, и вы будете смеяться, они не так далеко ушли от правды. Но многие интересующиеся обламываются о сложность найти кошерную Мизузу, потому что и на Алиэкспрессе можно найти дешевые китайские продукты. Они, правда, имеют отношение к иудаизму, как к футболке Абибас, к знаменитому немецкому производителю. Вторая сложность — это десятки, если не сотни правил, как необходимо кошерно разместить Мизузу на косике. Да, это иудаизм, детка. И многие справедливо слышали о том, что неправильно повешенная Мизуза, она не исполняет заповедь. Получается, облом — все сделал, а заповедь не засчитана. Сейчас, если вы все знаете о Мизузе, можете промотать на полторы-две минуты вперед, потому что я расскажу о базовых смыслах этой заповеди тем, кто еще не в курсе. Для тех, кто не в курсе, напиши эти слова на дверных косяках дома твоего и ворот твоих. Благодаря этой фразе в пятой книге Пятикнижия Мизуза вошла в список из 613 заповедей абсолютных определений добра и зла. Важная тема и лайфхак — открыл дверь, вспомнил о Боге. Жизнь наполняется им, а ты становишься лучше, даже совершенно не замечая этого. В традиции писать на обороте Мизузы имя Бога Шин Далет Ют, что складывается в аббревиатуру Шумер Длатот Исраэль, оберегающий двери Израиля. А бери огнет, скорее заинтересованность Всевышнего заботится о доме, в котором происходит реализация его целей. Так мы становимся не только его творениями, но и его партнерами. «Твой подарок нужно охранять, а мой охраняет тебя» — это слова Раби Юды, еврейского мудреца, который был хорошо интегрирован в римскую элиту Древнего Рима. Так он сказал в ответ на недоумение римского друга. «Друг подарил Раби драгоценный камень, а Раби ответил ему свиточком Мизузы». А любовический Раби уточнял, Мизуза как каска, от прямого попадания не спасет, но от осколков защищает хорошо. «Если Бог соберется навести траблы в нашей жизни, от этого не спасешься, потому что я часть системы». Эти проблемы — осколки, от которых защищает Мизуза. Основных сложностей исполнения заповедей о Мизузе две — правильно выбрать, правильно прикрепить. А мой лайфхак состоит из трех шагов, благодаря которым все станет легко и просто. Десять минут и дзынь — заповедь исполнена. Легкие заповеди. Итак, шаг первый. Выйдите на видеосвязь с Равином, чтобы определить необходимое количество Мизуз. Да, сегодня и Равины легко пользуются и Zoom, и Skype. Придется показать ему, правда, дверные проемы в вашей квартире, поэтому сделайте уборку, если вам стыдно показать Равину, что на полке с Торами и другими еврейскими книгами пыль. Шаг второй. Не знаете, где купить? Ультимативное решение в любой точке мира — Хаббат. На сайте chabad.org.centers вы найдете все центры Хаббата в любом крупном городе мира. Сегодня, наверняка, это можно еще и с доставкой сделать, спасибо коронавирусу. Еще, на самом деле, есть много добротных источников не только в Хаббате, и вы можете там найти хорошие Мизузы, иногда даже авторские, но Хаббат — это универсально и везде. Шаг третий. Еще одна видеосвязь с Равином для прикрепления Мизуз. Нужно уточнить расположение и произнести необходимые благословения и слова молитвы, если вы сами их не знаете. Все. Митсва. Дзейн, дзейн, дзейн. Итого, десять минуты Митсва сделано. Три минуты для первого шага видеосвязи с Равином. Одна минута для шага номер два — нахождение ближайшего Хаббата. Три минуты на выбор подходящей Мизузы. И три минуты для шага номер три — прикрепление Мизузы с Равином по видеосвязи. Десять минуты Митсва сделано. Дзейн. Сколько стоят Мизузы? От 30 долларов, потому что это ручной труд. Пишут пером на пергаменте. Если найдете дешевле — одно из двух. Либо субсидия, либо подделка. Хорошие, вообще-то, начинаются от 50. У меня дома стоят за 70, и это вообще не предел. Что делать тому, у кого мало денег? Здесь нас спасет Тора и скажет — лучше 1%, чем 0%. И если одну заповедь я не исполнил, другая исполненная от этого не страдает. Повесьте себе одну Мизузу или несколько, столько, сколько вам хватает. И главное — построите себе план для оснащения полного своего дома Мизузами в течение квартала, полугодия или года. Что хорошо, Бог зачтет это уже сегодня, потому что Бог уже сегодня знает наше будущее. Это легкие заповеди, лаконичные смыслы и кошерные лайфхаки, благодаря которым вы ощутимо улучшите баланс своей праведности максимально эффективно. Это легкий формат. Хотите больше — обращайтесь в JewishPoint. Это мой онлайн-проект и диджитал-община. Оффлайн в Тель-Авиве. Онлайн везде. Я — Равин Йосиф Херсонский. Шалом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова